Долгожданное золото. В Тобольске стартовал городской фестиваль любительских театральных коллективов «Радуга талантов». Он имеет богатую историю. Многие творческие люди города еще школьниками пробовали в нем свои силы. Насколько фестиваль нужен городу сейчас, обсудим с Ольгой Солодовой, руководителем Свободного молодежного театра. А пока топ-5 событий этой недели. Воспитанник спортивного клуба «Сибиря» Коровиль Коробов привез золото с чемпионата России по панкратиону. Вячеслав Коробов младше брата на 4 года, но уже трижды входил в призовую тройку всероссийского юниорского чемпионата. В апреле вернулся с бронзой. Этот год выдался для клуба особо успешным. Дмитрий Власов стал лучшим в УРФО по панкратиону. Александр Ланготкин по ММА. Двое парней выполнили нормативы мастеров спорта. Четверо – кандидатов. Историки Тобольска разработали новую трехчасовую экскурсию «Менделеевский маршрут». Уже летом туристы и горожане смогут больше узнать о Тобольском периоде жизни Дмитрия Ивановича Менделеева. Начало маршрута в Тобольском Кремле. Дальше – тюремный замок. Во время уральской экспедиции Менделеев осматривал тюремные мастерские, знакомился с трудом заключенных. В нижнем посаде туристы побывают в здании мужской гимназии. Финальная точка маршрута – Запсиб-Нефтехим. Соревнования по пожарно-прикладному спорту прошли в Тобольске. В них приняли участие 10 школьных команд. Юные огнеборцы сдали теорию. А хорошую подготовку показали на практике в пожарной эстафете. Она состояла из пяти этапов. Здесь ребята на скорость надевали боевку, преодолевали препятствия, ликвидировали источник огня. Первое место в соревнованиях заняла команда школы номер пять. Второе – восемнадцатое. На третьем месте сборная школы номер девять. Галоконцертом на Красной площади Тобольска завершился 25-й фестиваль. Конкурс детско-юношеских хоров «Духовная песнь православной Сибири». В нем приняли участие более 300 человек из малых городов Тюменской и Омской областей, а также из Новокузнецка и Ханты-Мансийского округа. Коллективы православных гимназий и училищ, музыкальных и общеобразовательных школ исполняли акапелла «Народные», «Авторские песни» и «Духовные песнопения». Медали за отвагу на пожаре удостоен Решат Каримов, лесник Вагайского филиала Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов. 17 мая 2021 года в лесу около поселка Комсомольский Вагайского района Решат Рамильевич помог спастись от огня группе из 24 работников парашютно-десантной пожарной службы. В тот день ветер достигал 25 метров в секунду. Огнеборцы оказались в огненном кольце. Лесник подсказал десантникам, где находится водоем, в котором можно спастись. Но сам прыгнуть в него не успел, получив ожоги рук, лица, спины. И теперь главной теме выпуска. Наш гость сегодня Ольга Солодова, руководитель Свободного молодежного театра. Здравствуйте, Ольга Фаридовна. Здравствуйте. Ну, мы сегодня с вами будем говорить о фестивале, который уже стартовал, который уже в разгаре. Фестиваль любительских коллективов «Радуга талантов». Расскажите, как он проходит после перерыва, потому что достаточно там, ну, какое-то количество времени его в городе не было. Как вы его возрождаете вообще? Ну, у самого фестиваля довольно сложная история. И длинная, и богатая, и сложная, да, с разными драматическими перипетиями. Но, тем не менее, я отмечаю, что от того, что был такой перерыв, и пришло совершенно другое поколение, при всем при том, что среди организаторов остались старейшины, кто знал еще тот фестиваль. Кто у истоков. Да, кто стоял у истоков. Я все-таки хочу отметить, что фестиваль и вот новые участники, они принесли новые формы, новые жанры. Сегодня нельзя сказать, что это фестиваль только драматических спектаклей. Нет, это смесь вообще, ну, разных, и кукольных, и живой план, и теневой, и пластических. Поэтому, ну, и даже очень, да, 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 много. И театр художника, где все-таки визуальная часть самая сильная. Хотя, казалось бы, те же номинации вроде бы, да, там же большая форма, малая форма и художественное слово, да, на сколько времени? Да, да. В общем-то, вот оно все классическое. Все классическое, да. Но наполнение, видимо. Да, да, совершенно другой взгляд, ну, другое поколение пришло. Поэтому это любопытно очень наблюдать. Если говорить о том, ну, о статистике небольшой, да, сколько участников, откуда, кто эти коллективы, которые к вам пришли? Это городские коллективы. Мы все-таки ожидали, что, может быть, к нам приедет район, но, к сожалению, нет. А городские коллективы, разные театральные студии есть, те, кто пожелал самостоятельно заявиться в сольных номинациях. Вот. И есть совсем немолодой коллектив, чему я тоже очень рада, потому что это такая для нас тоже уникальная история. К нам присоединились ветераны, у которых оказался целый театральный коллектив. А, кукольный, да? Кукольный, да. Они вчера приехали на нашу площадку и вот тоже представят для детской аудитории свой спектакль. А преимущественно это школьные коллективы, да, наверное? Детские сады, я не знаю. Есть детские сады, школьные, но которые занимаются в театральных студиях. Вот. Это тоже очень важно. Это и синтез дети, это и дом детского творчества. Ну, то есть... То есть такие... Да, да, да. Уровень такой уже не совсем где-то любительство. Не совсем школьный. У нас, по-моему, одна школа, неизменный Николай Иванович Макаренко, вот, со своими ребятами, 17-я школа. Сколько коллективов участвует? Большой получился фестиваль? Девять у нас большой, большая форма, девять спектаклей. И участников, ну, наверное, около, ну, более, наверное, 25 даже так. Ну, это с сольными такими работами. Если говорить о тематике, допустим, если есть какая-то давлеющая, вот о чем сейчас предпочитают говорить, вот выражая в театральной форме молодые коллективы? Что им интересно? Да, когда руководителями становится молодежь, они, конечно же, высказываются по поводу, в сторону взрослых. Есть прям такие социальные, хотя и решены довольно любопытно, в яркой выразительной форме, но довольно социальные. То есть выходит ребенок и говорит, а я боюсь того-то, а я боюсь... Говорят о страхах, вот. То есть это все-таки такой внутренний больше конфликт. Но мне приятно, что благодаря театру мы не какую-то отдельную историю рассказываем, мы все-таки там можем высказаться. Я знаю, что вообще вы говорили мы с вами об истории. Фестиваль появился в 98-м году. Вы и сами участвовали. И, насколько я понимаю, можно сказать, что многие творческие люди Тобольска вообще выросли или там принимали как минимум участие в этом фестивале. Вот если говорить о тех впечатлениях ваших, вот вам, что в свое время дал фестиваль, можно ли сказать, что какой-то был толчок в профессию? Сто процентов был толчок. Действительно, это был школьный... Тоже при клубе был драматический кружок. И мы участвовали в городском этом фестивале. И мы ездили тогда еще в Дом детского творчества, который был... На Челюскинцев. Да, на Челюскинцев. И тоже это был совершенно маленький камерный зал. И тогда я была вообще поражена. Во-первых, удивительно, что там я встретила свою коллегу и подругу в дальнейшем. На этом фестивале познакомились мы. Я вообще сравнила коллективы, посмотрели другие спектакли. Поэтому утвердилась в своем намерении и желании, что, оказывается, так можно и нужно. А вы рассчитываете перейти на всероссийский статус или на межрегиональный, скажем, замахнуться в перспективе? Потому что это же совсем другая история. Да, тоже как-то мне довелось побывать на фестивале в другом городе. И ко мне подошли и сказали, вы с Тобольска? Я говорю, да. А почему вот не проводят фестиваль Раду Каталантов? Мы были на нем. Это такой замечательный фестиваль. И я подумала о том, что... Ну вот до сих пор помнят. Действительно, почему, да? Почему, да. Поэтому, может быть, это будет межрегиональный. Вот, очень хотелось бы. Вы не исключаете такую перспективу. Насколько вообще высока потребность вот в этом проведении фестиваля? Ну вот, да, люди помнят. Люди помнят за пределами региона. Насколько он нужен в городе? Зачем он нужен? К кому, скажем, это? Детям или руководителям? Зачем вообще? И получаете ли вы поддержку-то какую-то в этом отношении? Вот Свободный молодежный театр взялся его возрождать. И, насколько я понимаю, что-то есть. Поддержку же какую-то оказывают вам в этом плане. Ну да, конечно, мы стали победителями социально значимых проектов. Формула хороших дел компании Сибур. Это позволило нам как-то расширить и материальную базу, и призовой фонд, и привезти жюри, и провести в рамках фестиваля мастер-классы. Конечно, в первую очередь, это надо тем, кто занимается театром, поддержать одаренных детей, поддержать руководителей, которых не всегда поддерживают. Потому что коллектив «Теремок», кукольный театр, они вчера впервые увидели свой спектакль в цвете, в свете профессиональном. Мы помогли поставить свет, и декорация заиграла совершенно другими у них красками, потому что, так как они тоже такой мобильный передвижной коллектив... Они же выступают по библиотекам, по детским санкалам. Где-то по школам, да. Обычный бытовой свет. А тут все-таки случилась магия театра. И то, что так старательно делали, эти куклы изготавливали, оно вдруг все приобретает такой цвет, свет, все начинает работать, атмосферу. То есть они открывают сами себя с другой стороны, получается. И это, конечно, в первую очередь надо всем участникам. Очень хочется получить отзыв от профессионального жюри. Что скажут, куда двигаться тем же руководителям. Я вижу в этом, конечно, только одни плюсы. Спасибо вам за разговор, Гельфаритовна. Я напоминаю, что у нас в гостях была Ольга Солодов, руководитель Свободного молодежного театра. А что еще интересного происходит на сибирской земле, Тобольская панорама покажет через неделю. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин